Ребята, у меня для вас шок новость! Скоро в Adobe Mi добавят фермерских пэтов! И я не шучу! И я тебе все подробнее расскажу, а ты пока подпишись на мой телеграм-канал. Там много всего интересного, там я общаюсь с тобой напрямую, и там конкурс на робукс. Давай скорее, я тебя там жду. Итак, начну по порядку. Для тех, кто часто играет в Adobe Mi и следит за обновлениями, и не секрет, что не так уж давно у нас были сафари пэты. Помните? В самом центре Adobe Mi стояли стойки с пэтами, мы подходили, покупали их и так далее и тому подобное. Вспомнили, правда? Отлично! После них что добавили? Джунгли пэтов. Тоже были интересные, веселые питомчики. Все как-то с не особым интересом восприняли эти обновления, но, ребят, какую закономерность я заметила. Смотрите, когда-то давным-давно первое яйцо Adobe Mi было сафари яйцо. Следом за ним было джунгли яйцо. Улавливаете мою мысль? Следующее было фермерское яйцо. То есть, смотрите, ребята, получается, что сначала были сафари пэты, потом джунгли пэты, и значит, в скором времени появятся фермерские пэты. Adobe Mi повторяется, и мы, похоже, рассекретили их систему. Когда-то, ребята, кто мог подумать, что сафари или джунгли яйцо будут такими дорогими? А теперь за ними гоняется весь Adobe Mi. Похоже, нужно пристально следить за всеми обновлениями Adobe Mi, покупать себе всех пэтов, потому что в скором времени они могут быть так же лимитированы, как сафари яйцо, или джунгли яйцо, или фермерское яйцо. И всего из этого можно сделать вывод, что Adobe Mi как бы расширил питомчиков, которые выпадают из этих яиц, потому что это все-таки та тематика. Сафари, джунгли, ферма. Да, это, конечно, новые питомчики, они не столько дорого стоят, сколько те, но, ребята, погодите, еще не время, и скоро любой пэт, который был вчера в хорошем доступе, уже лимитированная версия, и выйти на него можно только через обмены. Поэтому, если вам эта игра нравится, старайтесь выхватывать себе всех питомчиков понемногу, чтобы потом быть олигархом в Adobe Mi. Ну что, ребятки, нравится ли вам такая теория? Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, не забывайте про мой телеграм-канал, ну а я пришла узнавать для вас еще больше новой информации. Рада была быть с вами, всем пока-пока!